Матичинский лесопарк – место активного отдыха. Немало средств вкладывается в его обустройство, в том числе в строительство велодорожек. А к ним особые требования. Это несколько слоев сыпучих и экологически чистых материалов. Так они и строятся. Но этот участок особый. Во-первых, он соединяет два других веломаршрута в единое 5-километровое кольцо, что очень ценно. А во-вторых, этот участок в 2 километра 700 метров весной и осенью затапливается и становится непроходимым. Для того, чтобы можно было завести строительный материал в виде песка, щебня, для того, чтобы это сделать, отсыпать, нужно укрепить основание, подготовить, чуть приподнять. Потому что данная территория, вот за пивзаводом, она заболачивана. Здесь проходит много ручьев, и это самое низкое место в Матичинском лесопарке. Даже в самое жаркое время здесь везде видно подтопление и близость грунтовых вод. На таком основании дорога всегда будет размываться. Даже вот в такой лесной чаще должна быть своя технологическая дорога. Хотя бы для того, чтобы вывозить вот эти порубочные остатки. А здесь их очень много. Однако вывозить очень непросто. Особенно по такой колее. По сути дела, эта дорога не справляется. Глубокая колея на влажной почве образуется даже после проезда легкого транспорта. А это смертельный приговор дороги. Очень быстро она становится непроходимой. Более того, даже насыпная дорога здесь, после очередного паводка, будет просто смыта. Выход один – укрепить основание дороги. Мы поднимаем это основание на где-то метр, где-то 40 сантиметров, где-то 30 сантиметров и уплотняем его для того, чтобы могла заехать техника. Иначе невозможно завести сюда 2000 тонн сыпучих материалов. А это только верхний слой будущей дороги. А вот основание должно укрепляться вторичными материалами. Это асфальтовая крошка, асфальтобетонный скол, бетонный лом. Все это уплотняется в прочную подушку, которую не смоет паводковая вода. Но именно эти материалы вызывают больше всего протестов. Однако давно известно, что эти материалы не разлагаются и не представляют экологической опасности. Люди здесь начинают кататься на велосипедах, люди начинают смотреть, говорят, а им не нравится, здесь не нравится. Но здесь вопрос в том, что, как это правильно сказать, мы все знаем, есть замечания. Построить качественную дорогу в условиях ограниченного доступа сюда техники очень непросто. Где-то приходится работать вручную. Но главное, если не завести сюда тяжелую технику для уплотнения основания, качественной дороге не получится, а остается всего два летних месяца. И они решают все. Получится завершенный веломаршрут, уже который люди привыкли видеть. Конечно, пока идет стройка, картина может быть и неприглядной. Но после этапа благоустройства здесь будет настоящая лесная дорога. Без ухабов и оврагов.